Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья! Я снова в одной из лучших общин Москвы. Кстати, кто в Москве и на Рошашана не знает, можно сюда прийти, тут есть молитвы все Рошашана, Йомтипур, Шаббаты, поэтому это Покровский бульвар 8, Покровский бульвар 8, строение 1, 2, строение 2. Все, хана Шамес, всем шалом, доброе утро! И так как я сегодня в Москве, значит мы продолжаем изучать Пертеевод. Пертеевод, сидя дома, находясь в дороге, положаясь, вставая, изучаем дорогу. Все. Итак, дорогие друзья, сейчас все заходят как раз вот из Биробиджана, Татьяна Талисман из Биробиджана с нами, представляете? Оказывается, есть в Биробиджане. А сколько в Биробиджане время сейчас, интересно? Интересно. Любители Торы в Биробиджане. Да. Хорошо, сегодня очень такая Мишна, интересная. Сказал ее Раби Элязар Акапар. Такой был Раби Элязар Акапар. То есть все, кто упоминаются в Мишне, это, они называются Таноим. Они жили после разрушения храма и где-то в первых 120 лет после разрушения храма. То есть, и потом уже, когда Раби Эуда Анаси понял, что уже еврейский народ, он уходит в изнание, причем интересно, что уходили, римляне вот угнали. Храм разрушен в 70-м где-то, в году нашей эры, а построен Колизей в 80-м, там, 85-м где-то. То есть его евреи строили, которых угнали в Рим. Значит, такое было время тяжелое. И, но они, значит, говорили слова мудрости, вот то, что было раньше, передавалось из поколения в поколение, вот эта вот устная тора, такая мудрость, как, в общем, весь мир работает. Вот они записали, Раби Эуда Анаси записал. И сейчас четвертая глава приводится от имени Раби Элязара Акапара. Значит, такое высказывание. Зависть, вожделение и почет забирают, мудсим, забирают человека из мира. То есть, интересно, приводится три таких качества, которые забирают человека из мира. Давайте разберемся, что значит зависть, что значит вожделение, что значит почет, и как они забирают человека из мира. И почему они забирают из мира. Как вообще можно человека забрать из мира? Значит, первое качество это зависть. Вообще, если так вот глубоко глянуть, то эти три качества, они двигают людьми. Это три главных двигателя, которые заставляют вообще человека двигаться по жизни. То есть сказать, что это все однозначно плохо нельзя, потому что, например, Шлома Амелых, он говорил, что даже все хорошие дела в мире делаются из зависти. Так вот есть в Каэлите такая фраза, что даже весь Тишерона Маосе кенат Ишмерегу, зависть человека от ближнего. То есть зависть это то, что у ребенка появляется маленький ребенок, он, значит, видит, у другого ребенка есть игрушка, он хочет ее забрать. Он видит, другой ребенок начал ходить, он хочет его обогнать. То есть это то, что включая человека, он видит, что у другого есть, и он тоже хочет. Значит, это как бы суть зависти, в общем. Значит, приводит Рабей Найона там, что есть хорошие виды зависти, есть плохие виды зависти. То есть есть зависть, например, кенат суфрим, марбэ хохма. То есть зависть мудрецов, она увеличивает мудрость. То есть весь вопрос в том, чему человек завидует и каким действием это его пододвигает. Но по факту зависть это то, что человек видит, у другого есть, у меня нету, что делать. В Мишли написано, что зависть, от нее гниют кости. Или там написано, например, что ленивец, он, значит, вот так вот складывает руки, ваухелет басаро и кушает свое мясо. То есть если зависть, она приводит человека к тому, что он сам внутри злится, он там думает, вот, чтобы у него не было, то эта зависть, она на него же направляется, у него гниют кости, он из-за этой зависти начинает болеть. И, значит, она съедает его мясо. Это очень плохая зависть. Но если зависть кенат суфрим, марбэ хохма, например, там кто-то, вот как тебя зовут? Кирилл. Вот Кирилл, например, он смотрит там, а кто-нибудь, ну не Кирилл, а как тебя зовут? Иуда. Иуда выучил весь Тесушилха нарух наизусть. И Кирилл думает, ну что за такое вообще несправедливое в жизни? Почему он выучил Тесушилха нарух, а я пока не выучил. Садится и начинает учить, днями и ночами учит. И он через там месяц знает Тесушилха нарух, потому что он завидовал, но он, значит, эта зависть его привела к действиям, которые ему позволили подняться на следующий уровень в Торе. Это как раз то, о чем сказали мудрецы, что зависть, зависть кенат суфрим, зависть мудрецов, она умножает мудрость. То есть зависть, она в этом случае допустима, когда ты хочешь в мудрости, в Торе и так далее, ты хочешь подняться на следующую ступень, и она тебя двигает. Это единственный вид зависти, который допустим. Но даже здесь говорит Рабейн Йонар, что лучше было бы это делать без зависти. То есть ты просто себе решил выучить Тесушилха нарух и учишь. Но опять же мы видим, что, а как бы я мог решить, что мне надо его выучить, если бы я не увидел, как другой выучил. То есть человек может хотеть только то, что он увидел. Увидел, узнал. Не может человек хотеть то, чего он никогда не видел и не знал. И, значит, поэтому, поэтому мы говорим в Шмайс Рейбстриме каждое утро. Что мы говорим? Не следуйте за своими глазами, за своими сердцами, за своими глазами. То есть человек вначале глазами увидел, потом он в сердце попало. Ну, в сердце это мышление. И дальше он начинает за этим следовать. Тора нам говорит, не следуй за сердцами и за глазами, а зачем следуй за Торой. То есть Тора говорит, что правильно, что неправильно. И ты должен идти именно по системе правильно, неправильно, а не по системе завидую и хочу. Теперь дальше он продолжает, да, в Мишне. Значит, получается зависть. Мы разобрали, что такое зависть. Таава, вожделение. Значит, человек внутри, таава, вожделение. Это движущая сила. То есть движущая желание вообще. Вот это то, что двигает человеком по жизни в принципе. То есть, например, вот сидит человек и думает о чем-то. О чем он думает? Это мысль, это следствие того желания, которое у него в этот момент пробуждается. То есть желание первично, мысль она вторична. Как реализовать это желание, ну и так далее. То есть есть всегда у человека намерение, вот этот вот, можно его назвать рацион. Рацион это, ну, как желание, то, что его двигает. Ларуц это бежать. Если сильное желание, то человек бежит даже, да, за своим вот этим вот желанием. Теперь таава, это слово, таава, это вожделение к вещам, которые уже запрограммированы, инстинктивные вожделения запрограммированы в человеке. У человека есть вожделение к еде. То есть он должен кушать, ему хочется кушать. У человека есть вожделение к размножению, например, да. То есть он хочет размножаться, это так Бог его запрограммировал, что он хочет размножаться. Теперь нам сказали, что вот в этой мишне, что зависть, вот эти вот вожделения, которые, например, человек хочет кушать, у него есть вожделение. Теперь, если он кушает много, даже полезную пищу, то она его убивает, она становится для него ядом. То есть, если он начинает идти на поводу у зависти, на поводу у вожделения, то есть, отпускает это все на автоматический режим. О, хочу у него, может это дойти до того, что нарушается прямой запрет из Торы, 10 заповедь, не вожелай того, что принадлежит ближнему твоему. То есть, если ты вожелал что-то, что принадлежит ближнему и начинаешь этого добиваться, опа, все, нарушил заповедь из Торы, то есть, запрет в том же перечне идет, как не убивай, не кради и так далее. То есть, даже само желание забрать у кого-то, оно уже запрещено Торой. Корнем его, опять же, лежат вот эти вот вещи. Зависть, вожделение, это как бы корневые силы. Теперь кого-то, что такое почет? Значит, каждый человек, который удовлетворил свои первичные потребности, он хочет сразу, что сделать этот человек? Он хочет почета. То есть, почет это занять соответствующее место в мире, чтобы меня уважали, меня почитали, меня звали. Вот Тирилл, например, да? Значит, Тирилл или Иуда, да? То есть, человек, когда его даже запомнили и по имени называют, ему уже приятно. Потому что, ну как это, то есть, меня запомнили, я уже как бы, я есть, говорит человек. Я есть, не только я есть для себя, а я есть еще и для кого-то. И люди, значит, за кого-то, они воины, они борются за почет, они, там, уважаешь. Самая распространенная причина развода у мужчин, проводили исследования, она меня не уважает. То есть, это интересно, что вот для мужчин, как бы, в семье, да? Проводили опросы, почему, значит, что тебе в ней не нравится, все, она меня не уважает. То есть, вот этот почет, он человеку очень важен. Теперь, говорит нам Раби Элязар Акапар, да? Что он нам говорит? Говорит, что это все уводит человека из мира. Как уводит из мира? Вот мы увидели, значит. Зависть, она, если она неправильна зависть, от нее гниют кости, и человек съедает свое тело. То есть, когда вот эта зависть, она приводит человека к какой-то злости и неудовлетворениям своим положением в мире, еще и неудовольство на Бога. Почему ты ему дал, а мне не дал. То есть, она сокращает конкретно жизнь человеку, выводит его, уводит его из мира, как по-простому, то есть, человек раньше умирает из-за зависти. То есть, зависть не представляете. Второе, значит, второе, Тава, вожделение. Но здесь понятно, то есть, человек, который идет на поводу своих вожделений, значит, вожделение сильное к размножению, приводит к ранней смерти. То есть, прямо написано в Тесур Шуханна Рухи, что кто этим злоупотребляет, у того выпадают волосы, зубы и так далее. Ну, то есть, ранняя смерть. Кто злоупотребляет. То есть, кто не злоупотребляет, есть конкретно, Тора говорит, когда, как, там и так далее, надо этим заниматься. Дальше, Тавод, вожделение к пище. Тут тоже понятно, человек переедает, лишний вес, инфаркт и так далее. Ранняя смерть. Теперь, Кавод. Кавод интересная вещь, что из 10 братьев, было из 12 сыновей Якова, у него было 12 сыновей. Можно сказать, что самый успешный из них по меркам мира, это был Йосеф. Йосеф Ацадик. Прямо он был Йосеф, он был Цадик, праведник. Он был премьер-министр Египта 70 лет. И он умер раньше, чем все остальные братья, на 10 лет. То есть, он умер на 10 лет раньше, чем все остальные братья. Почему? Ну, там, он умер самым из них молодым, ну, не таким сильно молодым ему было, 110 лет, по-моему, когда он умер, слава богу, да? Но братья жили дольше. Почему? Написано, что Гдула, когда человек поднимается на какой-то пост, на величие, сокращает жизнь. То есть, когда ты получаешь слишком много вот этого Кавода, почета, то это сокращает жизнь. И, опять же, как сокращает, мы до этого учили, что, значит, как мы учили, была такая еще мишна, это говорил нам Раби Йошуа. Раби Йошуа, он что нам говорил? Три вещи тоже, он говорил, сокращают жизнь. Нитината Вавыковод, Сената Бриот, сейчас, как же он говорил? Ну, значит, Раби Йошуа говорил, сейчас мы, я вспомню, Раби Йозар. Во второй главе, давайте проще посмотреть, правильно? Если знаешь, где написано, то проще посмотреть, чем вспоминать. Память так устроена, что иногда всплывает, а иногда не всплывает из памяти. И надо знать, где написано. Вот во второй главе мы учили, когда ученики Раби Йоханана Бен Закая, они, ученики Раби Йоханана Бен Закая, каждый говорил три вещи, которые самые главные в жизни. Они говорили три вещи. И Раби Йошуа, он говорил, Айнара, злой глаз, Виецарара, и Ецарара это, ну, вот это побуждение, инстинкты, да? Злое начало. Весенат Абриот, Матсим это Адам Минаула. То есть он называл тогда три вещи, которые тоже человека забирают из мира. Айнара это злой глаз. Но интересно, получается, что Мишна вот это, она объясняет, что такое злой глаз. Злой глаз это кина, это зависть. То есть Раби Йошуа нам сказал злой глаз, он сказал как бы глобально, дал название. А Раби Лазар Акапар, он нам объясняет очень более тонко. Что значит злой глаз? Это зависть. Дальше он говорит, Ецарара, Раби Йошуа говорит, злое начало. А нам объясняет Раби Лазар Акапар в четвертой главе, что это что-то вот, вожделение. Что такое Ецарара? Это есть вожделение. И третье он говорит, сенат обреет ненависть созданий. Забирают человека с этого мира. Раби Лазар Акапар, он объясняет, что такое ненависть, сенат обреет. Он говорит, это стремление человека к почету. Чем ты больше требуешь себе почет, и чем ты больше хочешь гордиться тем, что у тебя есть, и показываешь это людям, тем больше люди начинают тебя ненавидеть. Очень интересная вещь, которая... И у меня, кстати, было предположение, я пытался понять в свое время, почему вот так вот Мишна-Йод, они разделены по главам. И интересно, заметил такую закономерность, что первая глава Пертьевод, она дает самые глобальные такие основы, вот основы, на которых стоит Тора. То есть это такие глобальные основополагающие вещи. Вторая глава, она посвящена выбору. То есть прямо с первой Мишны, вот если надо делать выбор какой-то в жизни, надо изучать вторую главу Пертьевод, каждая Мишна подсказывает, как правильно делать выбор в разных ситуациях. Третья глава. Третья глава, там все говорится, как избежать греха. Все Мишна-Йод посвящены тому, как избежать греха, что такое грех, как от него освободиться, ну и так далее. Кстати, можно было бы ее еще раз изучить перед Роша Шана. А четвертая глава, я не видел никакой закономерности, было вот кто-то спрашивал в начале, когда мы начали изучать, какая тема четвертой главы. Я тогда сказал, что мне кажется, что четвертая глава разъясняет первую. Первую, вторую, то есть она берет более тонко и более детально, берет те аспекты, которые уже были сказаны предыдущими мудрецами, предыдущих поколений, более глобально. И она их разъясняет детально. И вот мы сейчас видим, что Мишна в четвертой главе Раби Элязар Акапар, он жил позже намного, чем Раби Юшуа. И получается, что он разъясняет то, что сказал Раби Юшуа. Можно так понять. Вообще, потом начинается эпоха Талмуда, где Талмуд разъясняет, что имели в виду мудрецы в Мишне. То есть Талмуд уже разъясняет вот эти вот Мишна и Йот, чтобы точно понять, что они имели в виду вообще. И дальше идет уже, Решоним объясняет, что имели в виду мудрецы Талмуда, когда писали то, что писали. А Хроним уже объясняет, что имели в виду Решоним, которое объясняли мудрецов Талмуда, которое объясняли мудрецов Мишны, которые, в принципе, объясняли то, что сказал Машей Рабейну и записал в письменной теории. То есть, а мы пытаемся сейчас понять, что сказали вообще комментаторы на вот эти вот Мишна-Йод, потому что комментаторы, зная все, вот тут я готовлюсь, там Рабына-Йона смотрю, там Раши, Рамбам и так далее, они объясняют это. Хорошо, теперь давайте подведем итог, то есть итог, что мы сегодня узнали, как этим можно воспользоваться в жизни. Значит, первое, что зависть, она есть, как установка по умолчанию в системе психологического человека, и нужно понять, что зависть, она допустима только в одной форме, это когда ты хочешь приобрести больше мудрости Торы. Во всех остальных случаях она человеку вредит, потому что она не дает, то есть те плюсы, которые он получает, они съедаются теми минусами, которые есть. То есть, по-простому, если ты завидуешь кому-то, что у него есть больше, чем у тебя, то первое, что там злой глаз, там и так далее, ну то есть это неправильно. Второе, если ты не начал действовать, то это вообще неправильно, но если ты даже начал действовать, то из-за него получается, что ты как бы, ты реактивный человек, которого включил непонятно кто. Ты не знаешь, дойдешь ты туда или не дойдешь, ты не знаешь, будешь ты там счастлив или не будешь, потому что не всегда количество денег, оно приводит человека к счастью. У меня, например, за последнее время вот есть три товарища, которые очень быстро разбогатели, и у троих сейчас огромные неприятности с законом, с семьями, ну то есть вынуждены уехать были, и те, вот они вот так взлетели буквально там за год, за два, просто, ну я не знаю, там в 50, в 100 раз. Ну то есть огромные деньги заработали, но сейчас они вот все втроем, там двое потеряли, один не потерял, но тот, кто не потерял, он скрывается, потому что у него проблемы с законом, у него хотят забрать то, что есть, и он сейчас в бегах, скажем так, да, что тоже неприятное, ну этап в жизни очень сильно. То есть вроде есть еще, не забрали, но и пользоваться не можешь. Значит, зависть, она не дает человеку ничего, то есть ничего не дает, и если уже хочется завидовать, надо завидовать мудрости. Второе, что мы поняли, это вожделение. Вожделение это двигатель, интересно, я расскажу короткую историю, чтобы завершить тему с вожделением. Мудрецы, когда, когда был разрушен первый храм, то есть мудрецы великого собрания, они проанализировали причины, почему разрушен первый храм, и назвали три причины, за которые он был разрушен. Первая причина это была идолопоклонство, вторая причина была разврат, и третья причина была убийство. Значит, они проанализировав, что лежало в основе всего этого, то есть в основе всего этого лежало стремление человека властвовать над другим и удовлетворять свои вожделения. Значит, что они сделали? Они у человека, они начали там молиться, в общем, что-то они попросили Бога, так в особой форме, это были мудрецы великого собрания, пророки были среди них, и они убрали у человека тягу к идолопоклонству. То есть они закрыли какой-то там третий глаз внутренний, который позволял, позволял понимать, как там эти все идолы, ну, идолы это те силы, которые, это не было служение идолам, это было включение идолов через определенные действия, чтобы идолы служили тебе. Но это называлось как, это как давать взятки там министрам в обход царя, то есть вот примерно так. И когда они знали, кому можно дать взятку, чтобы получить какую-то сверхсилу, они, естественно, это делали. Тогда они закрыли этот интерфейс, значит, что служить идолам они не видели, не знали, на какие кнопки нажимать. Но одновременно у них исчезло пророчество, то есть это было две стороны одной медали, тот же, как бы, орган, который отвечал за идолопоклонство, он же давал возможность тем, кто шел по пути Бога, становиться пророками и заходить вот прямо в духовный мир, получая, ну, напрямую знания от Бога. Исчезло пророчество. Второе, что они сделали, это они хотели убрать тягу к разврату, то есть была тяга к разврату невероятная. То есть то, что сейчас есть у людей тяга, это вообще не тяга. Раньше есть целая глава, которую мы читаем почему-то в Йомки-Пур, не знаю почему, это про запрет кровосмесительных связей, там, нельзя с сестрой, с тетей, с бабушкой нельзя. Ну, кому придет в голову с бабушкой? Почему именно в Йомки-Пур надо читать, что нельзя там спать с бабушкой? Ну, понятно, что нельзя, кто хочет спать с бабушкой? Но в то время человек видел бабушку и все, значит, у него уже, у него хоть бабушка, хоть тетя, хоть дядя, хоть там, ну, то есть, у него настолько тяга к вожделению, что он остановиться не мог, да? И мудрецы, видя, что из-за этого был храм разрушен и что они не могли останавливаться, они начали молиться, чтобы исчезло вожделение к разврату. И пока они проводили эту всю процедуру, значит, к ним пришли, у них на завтрак они яйца ели. Приходят, говорят, нету яиц, куры перестали нести яйца. То есть куры перестали нести яйца, все живое перестало размножаться, потому что вот этот вот инстинкт включенной тяги к вожделению, ну, вожделение это желание, которое специально Бог включил для того, чтобы люди размножались, иначе никто бы не хотел размножаться. То есть, ну, смысл? То есть, если бы не было это включено, то никто бы не хотел размножаться. И они увидят, что они не могут изменить структуру реальности так, чтобы люди перестали размножаться, они уменьшили ее в два раза. То есть, то, что мы имеем сегодня, это половина от того, что было тогда. Да. Представляете? Но если человек будет идти на поводу своих вожделений, чем больше ты их удовлетворяешь, как люди, которые любят много кушать, они кушают все больше и больше. Те, кто вот говорят, что жизнь изнеженного человека не жизнь. То есть, прямо в Талмуде написано. Тот, кто изнеженный, тот, кто привык вот все время там деликатесы, там еда вкусная и так далее, у него жизнь превращается в ад, потому что тот высокий уровень удовлетворения своих вожделений, которым он себя приучил, он очень часто нарушается. Ему все время больно и так далее. Человек, который спит на земле, воду пьет, там на гвоздях спит, ходит зимой в трусах, ему всегда тепло, ему всегда есть что покушать. И он всегда в, как бы, ну, больше хлеба попалось что-то, он, о, класс, повезло сегодня, там, капуста на завтрак, да. То есть, чем ты меньше себя включаешь на вожделение, тем лучше. И последнее того, то есть, нам сказали в третьей главе, сказал Раби Акави Абен Мелалель, посмотри на три вещи, и ты никогда не придешь к преступлению. Знай, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед тем ты в будущем будешь держать Дин Вихишбон отчет. Вот сейчас мы готовимся держать Дин Вихишбон перед Богом, да. И откуда ты пришел из капли смердящей, он сказал, из маленькой капли. Куда ты идешь? В могилу. Маком Афар Рима Ватала. То есть, вместо праха, гниения и червей. Значит, и перед тем будешь держать Дин Вихишбон перед Богом. То есть, гордиться, в принципе, нечем. Бог нам дал, дает все. Человек проходит свой жизненный путь и уходит. И чем гордиться, там, лучше, других не лучше. То есть, мы все по сравнению с Джеффом Безосом бедные. Вообще, все бедные. И включая Билла Дейца. Ну, Билл Дейц может не такой среднего достатка относительно Джеффа Безоса. Но все остальные, ну, никто вообще. Мы все по сравнению там с тем, кто самый красивый там считается. Ну, в общем, мы все по сравнению с кем-то. Мы все не на... И какая разница, гордиться там, кого требовать и так далее. То есть, особенно, если мы знаем, что это опасно, что это опасно для жизни. Лучше, меньше почета, как бы скрыто. Да, в благостоянии есть вещи, спрятанные от глаз. И нужно стараться быть... Есть тоже в Торе, что нужно скрытно ходить с Богом всесильным твоим. То есть, ходишься с Богом тихонечко. Знаешь, что Бог тебя защищает. Нет, кого не требуешь ни почета, ничего. И чем меньше ты получаешь почета от людей, тем больше у тебя остается депозита на небе, да, за все твои там хорошие какие-то дела. То есть, если... Вот... Одна из высших форм благотворительности, это когда ты даешь деньги, но не знают, что ты даешь. И получается, что если не знает никто, что ты даешь, тебе нет никакого почета. Если тебе нет никакого почета, тогда тебе все это идет на небе, как депозит, все твои добрые дела. Ничего ты здесь не получил, ничего здесь не обналичил. И ты туда приходишь, и там уже получаешь большое... Большое... Счастье, да. Чек, счастье. Хорошо, дорогие друзья. Все, сделайте, пожалуйста, свои выводы. Сделайте свои выводы. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Мне спасибо вообще не надо говорить. Просто вообще не надо. Запрещено, значит, напишем сейчас. Никаких спасибо. Я просто читаю, перевожу вам какие-то вещи на иврите, которые читаю. И напишите лучше... Напишите, пожалуйста, лучше свои выводы. И поделитесь ими с другими людьми. Это вместо... Спасибо. Шанатова всем тоже. Хорошего года. Всем удачи, успехов. Все, всем пока.